Беседа 44, Бытие 19.27 Вчерашняя беседа о жене Самарянской достаточно показала вам и неизреченное долгодерпение Господа, и особенно его попечение о ней, и ее признательность. Вы видели, как она пришедше почерпнуть чувственной воды, напоена божественными потоками из духовного источника, и таким образом возвратилась домой, исполнив на себе изречение Господа. Вода, которую я дам ему, будет источником воды, текущей в жизнь вечную. Сама, исполнена этим божественным и духовным источником, она не удержала потока внутри себя, но от преизбытка своего, так сказать, излила благодать сообщенного ей дара и на жителей города. И жена Самарянка, иноплеменница, вдруг сделалась проповедницей. Вы видели, как важна душевная признательность. Видели и человеколюбие Господа, как он не презирает никого, но хотя бы в женщине, хотя бы в бедном человеке, в ком только находит бодрственную и пламенную душу, немедленно сообщает ему благодать свою. Поэтому убеждаю, будем подражать и мы этой жене, и с полным вниманием принимать внушение Духа, потому что не нам принадлежит излагаемое нами учение, и язык наш не от себя говорит то, что мы говорим, но через нас действует человеколюбие Господа для пользы вашей и для созидания Церкви Божией. Итак, возлюбленные, не смотри на меня, говорящего и на мою скудость, но так как я предлагаю слова Господа, то устремив ум к пославшему меня, принимай таким образом слова мои со вниманием. Ведь и в человеческих делах, когда царь, облеченный диадемой, посылает грамоту, то хотя бы приносящий ее сам по себе не имел никакой важности. Был человек незначительный, иногда такой, который не может насчитать сколько-нибудь важных своих предков, сам неизвестный и происхождение неизвестного. Однако ж те, которые получают грамоту, не обращают на то внимания, а ради царской грамоты и ему воздают великую честь, и грамоту от него принимают с великим страхом и благоговением. Итак, если приносящий от человека грамоту и притом простую хартию от всех принимается таким образом, тем более по справедливости вам надо бы с полным вниманием принимать изречения Духа, передаваемые вам через нас, чтобы получить вам воздаяние за доброе расположение сердца. А Господь всячески, как увидит готовность вашей души, то и нам не спошлет обильнейшее дарование для вашего назидания, и вам подаст большее разумение, чтобы вы могли понимать наставление. Благодать Духа обильно, и, изливаясь на всех, не терпит от того никакого в себе уменьшения, а еще более умножается в самом разделении между многими. И чем больше тех, которые приобщаются благодати, тем обильнее становятся и дары ее. Итак, если угодно, обратимся и сегодня к порядку прежних наших бесед. И посмотрим, на чем остановили мы слово, и откуда надо бы на сегодня начать его. До чего же мы прежде довели слово, и на чем остановили поучение? Мы беседовали с вами о Лоте и о сожжении Содома. Остановили речь на том, как этот праведник спасся в Сегоре. Зашло солнце на землю, говорит Писание, и Лот вошел в Сегор. И тогда гнев Божий постиг жителей Содома и истребил ту землю. А жена праведника, забывши сказанное ей ангелами, и, оглянувшись назад, обратилась в соляный столб и для последующих поколений сделалась навсегда памятником своей невнимательности. Сегодня, продолжая далее, необходимо нам побеседовать с любовью вашей о том, из чего вы опять можете увидеть сострадательность и любовь права Саврама и Божьей к нему благоговоления. Когда при восходе солнца праведный Лот спасался в Сегоре, а жители Содома подвергались казни, то правотец вместе с ожалея их погибели, которой он подверглись они за собственное беззаконие, и весьма заботясь о праведном Лоте, рано утром вышел посмотреть случившееся. И встал Аврам рано утром и пошел на место, где стоял перед лицем Господа и посмотрел на Сходому и Гаморре и на все пространство окрестностей и увидел, вот дым поднимается с земли, как дым из печи. С того места, где он имел беседу с Господом и ходатайство о ложителях Содомских, он увидел следы этой страшной казни и желал узнать что-нибудь о Лоте. Таково свойство святых мужей, что не всегда бывает любвеобильной и сострадательной. И Божественное Писание, чтобы показать нам, как благодать Духа немедленно сообщила ему сведения о том, о чем он желал знать, и освободила праведника от заботы, которую имел он о Лоте, говорит, И было, когда Бог истреблял все города окрестностей сей, вспомнил Бога в раме и выслал Лота из среды истребления, когда не спровергал города, в которых жил Лот. Что значит, вспомнил Бог Авраама? Разумеется, то ходатайство, которое он выражал словами. Неужели погубишь праведного с нечестивым? Как же так? Спросит кто-нибудь. Праведник Лот спасен по ходатайству правотца, а не за собственную праведность. Да, и по ходатайству правотца. Когда мы сами заслуживаем, тогда и предстательство праведных приносит нам большую пользу. Напротив, если сами мы не родим, а всю надежду спасения нашего возлагаем на них, одних, праведных, тогда нам не будет от этого лучше, не потому, что праведники были бессильны, а потому, что мы собственным нерадением губим себя. 491. А чтобы ты знал, что когда мы сами не родим, то хотя бы праведники или пророки были нашими заступниками, нам от этого не бывает никакой пользы. Их добродетели обнаружатся, конечно, и в этом случае, но нам от того не будет никакой пользы по причине собственной нашей худой жизни. Вот послушай, как Бог всячески говорит к освященному от чрева матери пророку Ионе, «А ты не молись за народ все, ибо я не услышу тебя». Иеремия 7, 16. Заметь, человеколюбие Господа, он предупреждает об этом пророка, чтобы тот, не будучи услышан в своих молитвах, не подумал, будто это произошло от собственной его вины, потому-то и раскрывает ему заранее нечестие народа и запрещает молиться за него, чтобы и сам пророк знал крайнее их нечестие. Да и они научились бы, что пророк нисколько не поможет им, если сами они не хотят делать своего дела. Зная это, возлюбленные, будем, конечно, прибегать к ходатайству святых и просить, чтобы они молились о нас, но не будем надеяться только на их ходатайство, а и сами будем надлежащим образом исполнять наши обязанности и позаботимся о своем исправлении, чтобы ходатайство святых за нас не лишались своей силы. Поэтому также в другом месте Господь говорит пророку, «Разве не видишь, что они делают?» Сожигает туг и делает опресноким всему воинству небесному. Иеремия 7, 17. «Как бы так говорил Бог? За таких людей ты молишь меня, которые не отстают от своего нечестия, которые нисколько не чувствуют одержащие их болезни и живут так беззаботно. Разве не видишь крайнего их нерадения? Не видишь великого безумия их? Так они еще не присытились нечестием и как свиньи в болоте погрязли в своих беззакониях. Если они были расположены к обращению, то не слышали ли постоянных увещаний, не я ли взываю к ним через пророков и говорю, и после такого прелюбодеяния обратитесь ко мне?» И не обратились. 3.7. «Не того ли только я требую, чтобы они отстали от лукавства и прекратили зло? Требую ли я отчета за прежние дела, как скоро вижу, что люди хотят раскаяться в них? Не каждый ли день взываю и говорю, не хочу я смерти беззаконника, не того ли хочу, чтобы он обратился и жив был?» Иезекииле 18.23. «Не с той ли целью все я делаю, чтобы избавить от погибели, увлеченной заблуждением? Разве медлю, когда вижу их обращение? Не я ли сказал, скажи беззакония твои, и я отвечу, вот я? Так ли сами они желают себе спасения, как я пекусь о том, чтобы все люди спаслись и пришли в познание истины? Неужели для того я произвел тебя из небытия, чтобы погубить тебя? Разве напрасно уготовал царство небесное и бесчисленные неизреченные блага? Не для того ли и гиенную угрожал, чтобы хотя этим средством побудить всех стремиться к царству небесному? Итак, блаженный пророк, остави их и не возноси ко мне за них молитвы, а заботься только о том, чтобы уврачевать их болезнь, чтобы привести их в чувство своей немощи и возвратить к здравию. Тогда и я сделаю все, что от меня зависит. Я не медлю и не отлагаю, когда вижу благорасположенную душу. Одного только требую – исповедание согрешений, и после этого уже не подвергаю их суду. Трудно ли и тягостно ли это мое требование? Если бы я не знал, что они становятся хуже именно от того, что не исповедуют своих прежних грехов, то я и этого не требовал бы. Но я знаю, что род человеческий весьма склонен к греху, потому и желаю, чтобы они исповедовали прежние грехопадения, чтобы такое исповедание удерживало их от новых падений в те же грехи. Размышляя об этом, возлюбленные, и представляя себе человеколюбие нашего Господа, не будем нерадивы, но прежде всего и более всего позаботимся о самих себе, очистим скверну греховную, и затем уже обратимся к ходатайству святых 493. Впрочем, если мы захотим трезвиться и бодрствовать, то и, собственно, наши молитвы о себе принесут нам величайшую пользу. Человека любил Господь наш, и не столько внемлет, когда другие молят Его о нас, сколько когда мы сами молим о себе. Обрати внимание на величие благости Его. Он видит, что мы пали, подверглись бесчестию, не имеем никакого дерзновения перед Ним. Но когда мы хотя немного восстаем, и решаемся прибегнуть к богатству человеколюбия Его, он тотчас внемлет прошением нашим, простирает руку свою к нам, долу поверженным, поднимает падших и взывает. Разве падающий не встает? Но чтобы из опыта доказать вам, что многим собственными молениями скорее удалось получить желаемое, нежели через прошение других, нужно представить примеры удостоившихся этого. Эти примеры и нас могут возбудить к подражанию и соревнованию. Вот послушаем, как жена Хананиенская, иноплеменница, страдавшая в скорби душевной, когда увидела врача души солнца правды, воссиявшая сидящим во тьме, как с каким усердием, с какой пламенной ревностью приступила к нему, и не то обстоятельство, что она была женщиной, не то, что была иноплеменница, не удержала ее. Но, презрев все эти препятствия, она приступила и сказала, «Помилуй меня, Господи, ибо дочь моя обеснуется». Но ведущий сокровенное помышление молчит и не отвечает, не удостаивает ее слова и не оказывает сострадания к женской немощи, видя пришедшую к нему с таким воплем. Он медлит, желая открыть перед всеми сокровенное в ней сокровище. Он видел сокровенную в ней драгоценность и не хотел, чтобы она осталась неизвестной для нас. Потому и медлит, и не удостаивает ее ответы, чтобы великая твердость этой женщины соделалась уроком для всех последующих родов. И посмотри, как неизреченно благость Божия. Он же, говорит Писание, не отвечал ей. А ученики думают быть сострадательны, и человеколюбивее его не осмеливаются сказать прямо, исполни ее прошение, помилуй ее, сжайся над ней. Но что, говорят, отпусти ее, ибо вопит вслед нас, как бы так говоря, избавь нас от этой докуки, освободи нас от ее криков. Что же, Господь, неужели вы думаете, говорит он, что я без причины молчу и не удостоил ее ответа? Послушайте, я послан только к погибшим овцам дома Израилева. Разве вы не знаете, что эта женщина иноплеменница? Разве не знаете, что я и вам повелел не ходить на путь язычников? Для чего же вы без испытаний хотите оказать ей такое сострадание? Посмотри на благо промыслительную премудрость Божию. И тогда, как уже благоволил отвечать на вопли женщины, он своим ответом еще сильнее, нежели молчанием, поражает ее и как бы наносит ей смертельный удар, желая мало-помалу заставить ей высказаться так, чтобы незнание ее ученики увидели скрывающуюся в ней веру. Она не упала духом, не ослабела в усердии, и после того, как увидела, что ее ученики не больше ее успели сделать, и не сказала сама себе, если они не могли преклонить Господа своим ходатайством за меня, то для чего же мне употреблять напрасные усилия? Напротив, как бы горящая в огне, с душой воспламененной и сердцем растерзанным, она приступает, кланяясь и говоря, Господи, помоги мне. Но он и после того не преклоняется на моление женщины и дает ответ еще жесточе прежнего. Нехорошо, говорит, взять хлеб у детей и бросить псам. Подумай, возлюбленный, и поделись здесь силой этой души и необычайной ее вере. Услышав название пса, она не оскорбилась, не отступила, но с великим добросердечем сказала та, Господи. Но и псы едят крохи падающие со стола господ своих. Сознаюсь, что я пес. Удостой меня, как пса, хоть крупиц от трапезы. Видишь ли веру и благодушие женщины, она взяла на себя сказанное Господом и тотчас получила желаемое и при том получила с великой похвалою. Что сказал ей Христос? О, женщина! Велика вера твоя, да будет тебе, как ты желаешь. О, женщина! Изречение это выражает удивление и заключает в себе великую похвалу. Великую, говорит, показала ты веру, и будет тебе то, чего желаешь. Посмотри, как обильно милость Господа и поделись при мудрости его. Не могли ли мы вначале подумать, что он несострадателен, когда так отвергал ее и сначала не удостоил даже ответа эту женщину, а потом первым вторым ответом своим как бы только отгонял от себя и отвергал пришедшую к нему с таким усердием. Но по концу дело суди о благости Божией. Он хотел прославить ту женщину, потому так и медлил исполнить ее прошение. Ведь если бы он тотчас внял ей, то мы не узнали бы всей добродетели этой женщины, а так как он несколько помедлил, то мы и увидели как неизреченное человеколюбие Господа, так и ее дивную веру. Все это повествование мы сошли нужным изложить для того, чтобы вы знали, что мы успеваем получить желаемого не столько через ходатайство других, сколько сами собою, если только приступаем с усердием и усиленным вниманием. 495. Вот эта женщина, имея даже учеников Господа ходатаями за себя, не могла получить никакого успеха, пока сама своим терпением не привлекла к себе человеколюбие Господа. Также известная притча о друге, пришедшем неблаговременно в ночное время и просившем трех любовь, внушает то же самое. Здесь сказано, если встав не даст ему, потому что он друг ему, то по неотступности встав даст, чего требует. Итак, зная неизреченное человеколюбие Господа нашего, будем обращаться к нему, обнаруживая и как бы пред собственными глазами, представляя каждое порознь из наших прегрешений, вместе с тем и спрашивая прощения из-за прежней грехи, чтобы впредь, оказывая большее тщание в добрых делах, нам удостоится тем большего его благоволения. Затем возвратимся, если угодно, к порядку нашего системе. Стих 30. Читаем. 19 глава Бытие. Вышел вот из Сигора и стал жить в горе и с ним две дочери его, ибо он боялся жить в Сигоре и жил в Пещоре и с ним две дочери его. Праведник, еще будучи в сильном страхе по случаю казни, постигшей жителей Содома, отходит далеко и поселяется в горе, как сказано, за черми своими. Он остался таким образом в совершенной пустыне и уединении, только с двумя дочерми, поселившись на горе. И сказала старшая младшая, «Отец наш стар и нет человека на земле, который вошел бы к нам по обычаю всей земли. Итак, напоим отца нашего вином и переспим с ним и восстаем от отца нашего племя. С благоговением и с большим страхом возлюбленной будем внимать сказанием Божественного Писания. В нем ничего не написано без цели и напрасно, но все с пользою и к нашему благу, хотя мы и новые не разумеем, потому что мы не можем знать всего в точности. И хотя пытаемся, сколько можем, излагать причины некоторых сказаний Писания, однако и затем много еще остается в нем сокровенного. Сокровищ скрытых от нас и неисследимых. Итак, посмотри, как Писание обо всем повествуясь ясностью и давая нам разуметь намерение дочерей праведника, представляет достаточное оправдание и для них, и для праведника, чтобы никто по случаю такого события не осуждал ни праведника, ни дочерей его, как будто бы такое кровосмешение произошло от невоздержания. Как же Писание оправдывает дочерей праведника, сказала старшая, младшая, отец наш стар и нет человека на земле, который вошел бы к нам по обычаю всей земли. Обрати внимание на цель, и ты освободишь их от всякого осуждения. Они думали, что в мире все совершенно погибли, и уже не осталось никого из людей, при том же видели и старость отца. И так они говорят, чтобы не прекратился род наш, и нам не остаться без имени, а древние более всего заботились о том, чтобы через преемство поколений продолжить род свой, чтобы и нам, говорят они, не подвергнуться совершенному уничтожению, так как отец наш уже склоняется к старости, а нам не с кем сочетать для распространения своего рода и оставления после нас имени. Потому и говорит одна другой, чтобы этого не случилось, напоим отца нашего вином и переспим с ним, и восстаем от отца нашего племя. И вот напоили отца своего вином в ту ночь, и вошла старшая и спала с отцом своим в ту ночь, а он не знал, когда она легла и когда встала. Видишь ли, как Божественное Писание оправдывает и праведника, и притом не однажды и в другой раз, во-первых, тем, что дочери обманули его при помощи вина, оно показывает, что иначе они не могли бы убедить отца склониться на такой поступок, а затем случившееся, как я думаю, и свыше устроено было так, что по причине глубокого сна и омрачения от вина он вовсе и не знал случившегося. Таким образом, он не подвергся осуждению, только те грехи подвергают нас осуждению и наказанию, которые мы совершаем с сознанием и добровольно. А праведники, как видишь, Писание свидетельствует, что он совершенно и не знал случившегося. Но здесь опять возникает другой вопрос касательно опьянения. И надо все исследовать, чтобы неразумным и бесстыдным не оставить никакого предлога к злоречию. Что же мы скажем и об этом, то, что он подвергся опьянению не столько от невоздержания, сколько от скорби душевной. Итак, никто да не дерзает осуждать праведника или дочерей его. Да и не крайне ли безрассудство и неразумие было бы тех, кого Божественное Писание освобождает от всякого осуждения и даже предлагает такое для них оправдание осуждать нам обремененным неизмеримой тяжестью при грешении, не слушая слова апостола Павла, который говорит «Бога оправдывает!» Кто осуждает? Римлян 8.33 А что это случилось не просто и не без причины, но чрезмерная скорбь души посредством употребления вина довела его до совершенной бесчувственности. Послушай, что далее говорит Писание. На другой день старший сказал о младшей «Вот я спала вчера с отцом моим, напоим его вином и в эту ночь и ты войди спи с ним и восставим от отца нашего племя». Видишь, в какой правой мысль они это делали и напоили отца свою вином и в эту ночь и вошла младшая и спала с ним и он не знал когда она легла и когда встала. Посмотри, возлюбленный, как все это происшедшее было делом божественного промышления подобно тому, как было с первозданным человеком. Как тогда во время его сна Бог взял часть от ребра его, сделав это совершенно нечувствительно для него и сотворив из этого ребра жену, привел ее к Адаму. Таким же образом сделалось и на этот раз. И если взятие ребра совершилось нечувствительно для Адама, так как Бог навел на него иступление, то тем более это могло быть в настоящем случае. Ведь что Божественное Писание внушает там сказав и навел Бог сон на Адама тоже означает и здесь словами и не знал то есть не слышал и сделались обе дочери билотовы беременными от отца своего и родила старшая сына и нарекла ему имя Маав говоря он от отца моего он отец маавитян до ныне и младшая также родила сына нарекал ему имя Бен Амми говоря он сын рода моего он отец аммонитян до ныне видишь что случившееся не было следствием невоздержания и название рожденным они дали такие которые указывали на самое событие и в именах детей как бы на памятниках каких начертали память случившегося и тогда же предзнаменовали что от них и от рожденных ими произойдут народы и многочисленные потомства один как сказано будет отцом маавитян а другой отцом аммонитян 497 впрочем тогда было еще начальное первобытное время человечества и как все хотели через продолжение своего рода сохранить память о себе то и дочери праведника прилагали к тому столько заботы но ныне когда по благодати Божьей состояние веры возвысилось и по словам блаженного Павла уже проходит образ мира сего мы должны оставлять память по себе добрыми делами чтобы и после отшествия нашего отсюда превосходство нашей добродетельной жизни было напоминанием и назиданием для взирающих на нас добродетельные соблюдающие целомудрие не только в здешней жизни могут приносить весьма великую пользу взирающим на них но и по окончании ее чтобы убедиться в этом посмотри сколько веков прошло до настоящего времени и мы всякий раз как скоро хотим возбудить в ком-либо ревность целомудрия предоставляем в пример благообразного прекрасного юного Иосифа в самом спетущем возрасте показавшего такую твердость в сохранении целомудрия и таким образом стараемся побудить слушателей к подражанию этому праведнику можно ли скажи мне довольно наделиться этому блаженному мужу который находясь в рабстве в самом светущем возрасте когда наиболее воспоминается огонь пожеланий и видя госпожу на него нападающую в неистости страсти показал такое мужество и так твердо решился на подвиг целомудрия что убежал от невоздержанной женщины лишившись своих одежд но сохранив зато одежду целомудрия и видно было здесь нечто новое и необычайное агнец впал в когти волка или лучше сказать львицы и возмог спастись от нее и как если бы голубь избег погибели от ястреба так праведник вырвался из рук той женщины не столько удивительно мне кажется то что три отрока вавилонской пищи явились победителями огня и что тела их немало не пострадали сколько дивно и необычайно то что этот праведник верный в печь более страшную чем вавилонская я говорю о непотребской египтянке остался неприкосновенным и вышел из нее сохранив чистую одежду целомудрия впрочем и не удивляйся возлюбленный так как он со своей стороны употребил на то все силы то имел и свыше помощь которая содействовала ему угошала то пламя и среди пищи даровала ему росу от Духа Святого видите как люди добродетельны и здесь находясь и по представлению отсюда бывают для нас примерами к пользе нашей теперь мы для того и привели в пример этого праведника Иосифа чтобы все последовали ему и так будем все соревновать ему станем выше чувственных обольщений и зная что брань наша не против крови и плоти но против начальств властей против мироправителей тьмы века сего будем так и вооружать себя представляя себе что мы обличенные телом вынуждены бываем бороться с силами бестелесными будем ограждать себя оружием духовным так как мы обличены плотью но имеем брань силами невидимыми то человеколюбец Господь уготовил для нас и оружие невидимое чтобы силы этого оружия мы могли преодолевать естество противоборников наших итак уповая на силу этого оружия будем со своей стороны употреблять все что нужно тогда будем в состоянии ограждаясь этим духовным всеоружием поразить самое лицо дьявола он не может сносить молнии исходящие от такого оружия и хотя бы усилился противостать ему тотчас ослепляется его зрение благодать же духа не спасывается в обилии там где соединяется целомудрие честность и другие добродетели потому и Павел говорил мир имейте со всеми и святость и так увещеваю будем очищать совесть нашу и разум чтобы освободившись от всякой нечистой мысли нам привлечь на себя благодать духа победить козни дьявола и удостоиться наслаждения вечных неизреченных благ которых досподобимся всем и благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа с которым Отсутся Святым Духом слава ныне и присно и во веки веков Аминь Иисуса Христа